Я переверженец недорогих средств, которые легко стираются, поэтому я никогда не покупаю карандаши дорогих фирм. Я не вижу в этом смысла. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня я вам расскажу, чем мы рисуем эскизы, чем мне больше всего нравится рисовать эскизы. У меня довольно большая коллекция всяких карандашей, нужных, ненужных. Сейчас расскажу вот примерно. Смотрите, допустим, вот карандаши Long Time Liner. Есть такие же карандаши Biotech. Есть такие же карандаши во многих компаниях, которые производят перманентные пигменты. Они стараются даже подобрать цвет карандаша под цвет пигмента. Это очень удобно, но обычно эти карандаши стоят очень дорого, реально. То есть вот карандаш Long Time Liner, он рисует хорошо, очень тонкие, можно прям даже прорисовать волоски. Он очень хороший, стойкий, но обычно этот эскиз, он стирается перед началом процедуры. Если честно, не вижу особенного смысла покупать прям очень сильно дорогие карандаши. То есть то же самое, этими карандашами обычно закрашивают места на бровях, которыми мастер потом пренебрежет, он потом их удалит. Но перед началом работы он обязан сначала показать будущую форму, а потом уже выщипывать волоски. Я лично пользуюсь либо обычными вот такими карандашами Gucci, они стоят гораздо дешевле, чем карандаши Long Time Liner, рисуют немножко хуже, но вполне этого достаточно для того, чтобы нарисовать эскиз. Они сухие, ложатся очень легко, при желании можно даже нарисовать, допустим, тени и потом немножко растушевать. То есть чтобы мастер и клиент, чтобы понимал, как это будет выглядеть. Gucci карандаши бывают черные, коричневые, можно обойтись только черным спокойно, просто рисовать более воздушно, скажем так. Вот я еще нашла вот такие карандаши. То же самое, рисуют очень тонко, они очень сухие. То есть я считаю, что карандаш должен быть сухой, чтобы он не оставлял таких комков, ярко видных таких следов, жирных, которые сложно подтирать. То есть он должен легко рисовать и легко стирать. Стоит этот карандаш в районе 10-12 рублей, он очень недорогой, хотя рисует не намного хуже, чем карандаш Long Time Liner. Потом вот, допустим, на губах иногда мы пользуемся вот такой фирмой. Essence, она считается такой очень бюджетной. Рисует тоже очень ярко, с четкими границами и довольно легко стирается, что хорошо для эскиза. Потому что обычно мы эскиз стираем перед работой, либо во время работы он должен легко стереться. То есть карандаш водостойкий нам не подходит для рисования, отрисовки эскиза. Есть еще вот такие карандаши, тоже очень здорово рисуют. Если вы хотите показать клиенту, как будет прям прорисован эскиз, в каком месте волоски будут нарисованы, как это будет выглядеть, он очень здорово рисует очень тонкие волоски. Но я этого уже не делаю давно, я дымкой намечаю форму, чтобы клиент просто понял, какая будет форма, а уже волоски мы прорисовываем в процессе. Также я часто использую самые простые, обычные гелевые ручки. Эта фирма называется Асмар. Самое главное, чтобы эта ручка легко стиралась, как я обычно проверяю. То есть я беру ручку, рисую ей по коже, и она должна легко одним движением стираться до чистой кожи. Если вы купите ручку и попробуете ею порисовать, и она оставляет след, и очень плохо стирается, такая ручка вам не подходит для фиксации эскиза и для рисования эскиза, потому что вы ее не сотрете, даже еще она пару дней будет держаться. Поэтому самые простые гелевые ручки, которые рисуют четкие линии, то есть вот их я просто очень-очень люблю для рисования эскиза век, для теней, потому что, допустим, его можно вот так вот порисовать и потом ватной палочкой превратить в дымку. И клиенту будет примерно понятно, в каком месте идет усиление цвета, где оно будет мягким. И когда я начинаю работать, я обвожу эскиз и полностью до чистой кожи стираю черный цвет, если это веки, допустим. Потому что я работаю по чистой коже, а если эта ручка будет держаться очень крепко, ее будет не стереть, то я просто не увижу рисунок, который я создаю, и есть риск испортить работу. Тени тоже. Обычные тени, коричневые и черные. Ими тоже очень здорово рисовать эскиз, потому что линии создает мягкие, но четкие, стирается легко. Можно также слегка намочить, чтобы было ярче, чтобы ложился более, скажем так, четко, имел четкие границы след. И эскиз тенями создается вообще за секунды, просто очень быстро. Эскиз тенями никого не испугает, и клиент очень быстро одобрит этот эскиз, потому что нет четких границ, потому что выглядит, в принципе, все красиво. Кисточки вы дезинфицируете перед процедурой, после каждого клиента и перед каждым следующим. Ну, тени. Тени бывают тоже разные в зависимости от стоимости. Чем дешевле, как ни странно, тем они лучше ложатся, поэтому пробуйте. Я переверженец недорогих средств, которые легко стираются, поэтому я никогда не покупаю карандаши дорогих фирм, я не вижу в этом смысла. Вот, кстати, тут тоже еще очень много всяких карандашей, но о каждом конкретном я не буду рассказывать. Вы можете купить цветные карандаши для теней, черные и коричневые карандаши для бровей разных оттенков. Самое главное, чтобы он легко рисовал, не ложился комками и легко стирался, чтобы вы могли легким движением увидеть, положили ли вы пигмент, не тереть сильно кожу, не создавать грязь. Это то, что касается средств для рисования эскиза. Есть еще у нас средства для фиксации эскиза, о них я расскажу в следующем видео.